Привет! К нам попала муравьиная матка, и мы решили попытаться развить ее в целую колонию. Мы поместили матку в чашку Петри. Это будет ее дом на ближайшее время. Матка практически сразу снесла яичко и не знала, где найти ему место. Яйцо очень крохотное, невооруженным глазом его можно и не заметить. Это первый этап развития нового муравья. Муравьи очень любят влажность, поэтому мы взяли кусочек губки, поставили ее внутрь и влили туда несколько капель воды. Испаряясь, вода будет увлажнять воздух в чашке. Матке эта идея понравилась. Но как и все живые существа, муравей должен чем-то питаться. Мы взяли немного маковых семян и также поместили их в чашку. Как и нам, Куки стало очень интересно, что будет происходить дальше. Примерно через неделю яйцо муравья превращается в личинку. Она уже значительно больше, чем яйцо. Покрыта волосками и совсем не похожа на муравья. Это, видимо, ее мордочка. Милашка, не так ли? Еще через некоторое время личинка превращается в имага. Это состояние уже очень напоминающее муравья. Мы видим уже сформировавшееся тело, лапки, голову и черные глаза. Со временем оно начинает приобретать более коричневый цвет. И спустя примерно месяц от рождения яйца появляется муравей, который оживает и занимает свое место в колонии. Матка была очень рада, ведь теперь ей станет гораздо легче ухаживать за потомством, которого к этому времени уже насобиралось приличное количество. Вскоре стали появляться новые муравьи, и у нас получилась хоть и маленькая, но полноценная колония. Личинкам нужен белок. Поэтому мы нашли маленькую зеленую муху и предложили ее муравьям. Они первый раз видят другое насекомое, поэтому испугались. Взрослые же муравьи любят углеводы, из-за чего мы предложили им каплю медового сиропа. Рабочий муравей опять испугался еды, но матка показала, что надо делать, и он присоединился к трапезе. На данный момент в колонии матка, 7 рабочих муравьев и очень много яиц. Мы продолжим наблюдение и будем показывать ее развитие. Если конечно вам интересно. Субтитры сделал DimaTorzok